Один и тот же алгоритм всегда можно реализовать огромное количество способов, которые могут отличаться скоростью работы, простотой и понятностью кода, а также удобством его тестирования. Давайте попробуем реализовать алгоритм Евклида немного по-другому. Для этого заметим, что после очередного шага наибольшее становится наименьшим из двух чисел. Поэтому если на каждом шаге менять числа местами, то можно не выбирать наибольшее из двух чисел, а каждый раз делить первое число на второе. Давайте это реализуем. Мы делим первое число на второе и меняем их местами. Нам нужно подключить заголовок, чтобы стал доступен этот свод. Сохраняем. Компилируем, проверяем, что работает. Прекрасно. Теперь можем еще немного упростить код. Видим, например, заметим, что если а равно нулю, то от того, что мы заменим ноль на его осадку определения на другую число, ничего не изменится. Мы выйдем просто на следующем шаге. Поэтому здесь достаточно проверять только условие, что b больше нуля. И второе условие, что мы можем заметить, то, что этот цикл всегда заканчивается только когда b равно нулю. Поэтому всегда можно вернуть а. Проверяем. И измеряем время работы программы. Программа работает по-прежнему 1 секунду. Программа работает по-прежнему 1 секунду. Программа работает по-прежнему 1 секунду. Программа работает по-прежнему 1 секунду.